Если я и могу научить вас чему-то в физике, так это следующий тезис. Будьте точны. В физике мы стараемся сформулировать задачу как можно точнее. Если мы не можем сформулировать что-то точно, то это намекает на то, что, возможно, то, что мы пытаемся сформулировать, на самом деле не имеет смысла. Недавно ко мне обратились с вопросом о чёрных дырах. Человек был сбит с толку вопросом, что произойдёт, когда вы падаете в чёрную дыру, в сравнении с тем, что вы видите снаружи, наблюдая за этим падением. Отчасти это замешательство сводилось к вопросу, действительно ли центр чёрной дыры – это бесконечно малая точка – сингулярность. Я вспомнил одного комментатора, который сказал по этому поводу кое-что интересное. Согласно ему, причина, по которой этот вопрос вызывает затруднения, заключается в том, что общая теория относительности не может на него ответить. В общей теории относительности сингулярности подобные сингулярности в чёрной дыре не рассматриваются как точки или множество точек. Они вообще не являются частью пространства-времени. Таким образом, вы не можете говорить об их размерах, вы не можете увидеть, являются ли они действительно бесконечно малыми точками, поверхностями или линиями. Это может показаться удивительным для простых обывателей, у которых имеется опыт работы только с более простыми вещами, типа метрики Шварцшильда. Метрика Шварцшильда описывает пространство-время вокруг чёрной дыры. И в обычных координатах всё выглядит так, как будто сингулярность находится в одной точке, где r равен нулю в центре. Однако дело в том, что это всего лишь один вид координат. Вы можете переписать метрику в разных координатах, и сингулярность в центре чёрной дыры может выглядеть в этих координатах совсем по-другому. Но в общей теории относительности нас интересуют вещи, не зависящие от выбранной системы координат. Хорошо, скажете вы. Итак, обычная математика не может ответить на этот вопрос. Можем ли мы использовать более необычную математику? Если наше стандартное определение размерности не говорит нам, является ли ей сингулярность точкой, возможно, нам просто нужно новое определение понятия размерности. Люди пробовали так сделать, и это только отчасти работает. Существует несколько различных способов определения размерности сингулярности. Все они кажутся адекватными, но они дают разные ответы. Некоторые говорят, что сингулярности – это точки, некоторые говорят, что сингулярности – это трёхмерные объекты. И что особенно интересно, нет никакой причины, почему одно определение является более правильным, чем другое. Вопрос, с которого мы начали – действительно ли центр чёрной дыры является бесконечно малой точкой, выглядел как вполне разумный вопрос, но на самом деле это было не так. Вопрос был недостаточно точным. Является ли сингулярность чёрной дыры точкой? Предположим, у нас имеется двумерное пространство с координатами u, v. И мы спрашиваем, является ли s u, v, v равно 0 точкой или кривой, не указывая при этом, какую метрику мы имеем в виду? Вы бы, вероятно, сказали, что s – это кривая, и если бы метрика была ds² равно du² плюс dv², вы были бы правы. С другой стороны, если бы метрика была ds² равно v² умножить на du² плюс dv², то s была бы точкой. Это был пример, когда просто есть две разные метрики. Сингулярностью всё ещё хуже. В принципе, не существует никакой метрики, с помощью которой мы могли бы описать эту сингулярность. Хокинг и Элис вели интересную дискуссию в этом направлении. Вот пример, аналогичный, приведённому выше, в разделе 8.3 их книги «Описание сингулярности» стр. 276. Теоремы сингулярности доказывают наличие сингулярности в большом классе решений и уравнений общей теории относительности, но дают мало информации об их природе. Чтобы исследовать их более подробно, нужно определить, что подразумевается под размером, формой, местоположением и другими аспектами сингулярности. Это было бы довольно легко, если бы сингулярные точки были включены в пространственно-временное многообразие. Однако невозможно определить структуру многообразия в таких точках с помощью физических измерений. На самом деле существует множество структур многообразий, которые согласовываются для не сингулярных областей, но расходятся для сингулярных точек.